Возьмем среду с двумя геологическими слоями, отличающимися друг от друга по своим акустическим свойствам. Нам потребуется источник возбуждения, он обозначается обычно треугольником вниз, и цепь приемников, обозначается треугольником вверх. Информация от одного источника возбуждения фиксируется сразу несколькими приемниками. Среди приемники могут располагаться по обе стороны от источника, а в случае 3D-сосморазведки, во все стороны от источника возбуждения. Расстояние между приемниками обычно составляет 25-50 метров. Это наиболее распространенное значение. Информация будет получена лишь для тех точек, где располагаются приемники. Это означает, что месторождения, которые по горизонтали будут размером менее 25 или 50 метров, скорее всего не будут обнаружены, поскольку будут слишком малы для того, чтобы приемники хотя бы два раза зафиксировали изменения в сейсмической картине. Рассмотрим, каким именно свойством должны отличаться породы для обоснования применения сейсморазведки. Таким различием является акустическая граница. Ее наличие заставляет упругие волны изменить свою скорость и направление движения. Эта граница определяется разницей в акустическом. Она складывается из плотности пород, умноженной на скорость волны. Однако плотность изменяется гораздо более медленно, чем скорость движения колебаний. Поэтому сейсморазведки плотностью обычно пренебрегают, по крайней мере без учета данных скважин. Для примера нам потребуется два скоростями прохождения упругих волн. Чем больше будет разница, тем сильнее это будет отражаться на свойствах волны. Схематично распространение волн от источника можно изобразить в виде расходящейся сферы фронта или передней части волны во все стороны. После достижения волны какой-либо акустической границы можно произойти отражение, и сфера фронта волны пойдет в обратном направлении. Данный вариант получил название «Способ полей времен». Этот способ слишком сложен для анализа при наличии большого количества волн и границ на одной модели. Для нашего изучения и моделирования мы будем использовать следующие принципы. Это принцип Бюйгенса. Любая точка среды, до которой дошло возмущение, является источником вторичных колебаний. То есть точки среды передают колебания друг к другу, и от каждой точки расходится своя сфера. Также мы будем использовать принцип Ферма. Он говорит о том, что время пробега волны вдоль луча, или линии, является наименьшим по сравнению с остальными. В реальности волна пробегает не по прямой, а по кривой линии. Однако эти искажения для нашей модели будут незаметны. Это будет выглядеть вот так. В данном случае демонстрируется линия пробега отраженной волны. Подробнее мы рассмотрим эти понятия на следующих лекциях. Для отраженной волны работает правило из оптики. Угол падения равен углу отражения. Таким путем на данной модели мы можем наблюдать, что точка отражения расположена посередине, между источником и приемником, в случае если граница горизонтальная. Из данного луча мы получим информацию об одной точке среды. После построения лучей для других пар, источник-приемник, мы получим информацию о остальных точках среды. Соединив эти точки вместе, мы получим границу, подошву первого слоя. Для более глубоких слоев наряду с отраженной образуется и так называемая проходящая волна. Ее суть состоит в том, что для упругих колебаний энергетически наиболее выгодно оставаться как можно дольше в среде с более высокой скоростью. Поэтому, когда акустическая жесткость меняется, упругие колебания изменяют угол своего прохождения. Картина на примере возникает в случае, если скорость во втором слое больше, чем скорость в первом. То есть волна стремится остаться как можно дольше во втором слое, поэтому ее путь здесь увеличивается. После этого происходит отражение от следующей границы, и при возвращении в первый слой волна также меняет угол прохода. Таким путем, зная расстояние между источником и приемником, для горизонтального строительства среды мы получаем информацию о следующей точке среды, о подошве второго слоя. Такой цуг лучевых схем и дает нам полную информацию об акустических свойствах среды. В случае, если скорость во втором слое была бы меньше, чем в первом, то угол падения стал бы меньше. Чем больше будет разница между скоростями, тем сильнее будет изменяться угол прохождения волны. Продолжение следует...